А снег идет, а снег идет. Месячная норма осадков выпала в Иркутске. Уборочная техника работает в авральном режиме. День полиции отмечают сегодня в России. Служители порядка принимают поздравления и получают новые звания. Мультфильм, которому нет равных во всем мире. Мультипликационную картину о святителе Иннокентии сняли в нашем регионе. Трехмесячная норма осадков выпала сегодня в Иркутске. Если ночью показатель был на уровне 0,5 мм, то уже ближе к середине дня их уровень доходил до 4. С ночи на улицах областного центра работает уборочная техника. Очистку дорог выполняют более 40 специальных машин. При необходимости количество техники увеличат. С самого утра на работу вышли и дворники. Особое внимание очистки тротуаров, остановок общественного транспорта и лестниц. Дорожные службы будут круглосуточно наводить порядок. По прогнозам синоптиков, уже с завтрашнего дня установится ясная погода. А с ней придут и первые морозы. Днем от минус 10 и ниже. Можно ли сегодня рассчитаться за покупки с помощью любого смартфона? Можно. Если воспользоваться системой быстрых платежей, то карта не понадобится. Для этого достаточно смартфона с установленным приложением банка. Расчет происходит быстро. Деньги при покупке перечисляются напрямую с банковского счета клиента на счет продавца. В этом году у оплаты через QR-код заметно выросла популярность. Только в третьем квартале этого года в России совершено более 112 миллионов покупок на сумму около 212 миллиардов рублей. Действительно, расчеты за покупки без использования пластиковой карты сегодня возможны. Да и сам процесс оплаты по QR-коду занимает секунды. Многие уже заметили, что продавцы стали чаще предлагать оплачивать по QR-коду от системы быстрых платежей. Такая же функция появилась на кассах самообслуживания в супермаркетах. Мясные полки приготовить к проверке. В Иркутской области с 10 ноября по 9 декабря пройдет месячник качества безопасности мяса. В период его проведения для жителей региона откроют горячую линию с номером телефона в Иркутске. Код города 3952, телефон 243814. В службе потребительского рынка и лицензирование региона с 9 утра до часу, а также с 2 до 6 вечера, кроме субботы и воскресенья, будут принимать звонки по фактам торговли некачественным мясом и продукции животного происхождения. Специалисты рекомендуют муниципалитетам организовать работу по пресечению несанкционированной продажи. Шесть погибших нерп обнаружили ученые во время экспедиции на Ушкане острова. Об этом сообщает фонд «Озеро Байкал» на своей странице в одной из социальных сетей. Причины гибели эндемиков предстоит выяснить. Специалисты взяли необходимые пробы и биологический материал. Экспедиция длилась три недели. За это время ученые 55 раз посчитали байкальских нерп на ключевой летней лёжке и отсняли 157 видеозаписей, чтобы проанализировать их поведение. Сегодня в России отмечают День полиции. Правда, сами герои праздника, как всегда, встречают его на работе. Среди сотрудников внутренних дел есть те люди, кто за четыре года прошел путь от начинающего оперативника до лучшего следователя региона. Это Кымбата Оренбекова, заместитель начальника Иркутского 9-го отдела полиции. О том, как ей удалось достичь такого результата, расскажет Александр Гаврилов. Рабочий день Кымбата Оренбековой начинается рано утром, а закончиться он может на следующей неделе. Вот она несет множество документов, а потом допрашивает подозреваемого. А еще постоянные выезды, совещания и разработки версий. Трудолюбие дало свои плоды. Накануне профессионального праздника Кымбата стала лучшим следователем Иркутской области. Я направляла уголовные дела в такой категории, как разбой, грабежи, кражи, мошенничество, тяжкие составы. То есть 111-е, причинение тяжкого вреда здоровью, хранение наркотических средств. То есть они разнообразны в отделах полиции. То есть это основная категория, именно вот такая вот. Запомнилась, наверное, самое первое дело, когда я пришла с института. Я направляла уголовное дело в суд. Там был подозреваемый, там у него было пять эпизодов. То есть это после института было сложно, и поэтому оно и запомнилось. Он совершал тоже грабежи, кражи на территории вообще Иркутского района. За прошлый год Кымбата направила в суд 43 дела о 58 преступлениях. Это лучший результат в Иркутской области. Работать девушке приходится не только с иркутскими нарушителями порядка, но и с теми, кто орудует по всей стране. За четыре года службы наша героиня смогла получить признание коллег и дослужиться до заместителя начальника отдела. Очень приятно, что у нас в подразделении работ сотрудник, который награден такой премией, действительно сотрудник относительно молодой по возрасту, тем не менее удалось добиться таких успехов, показателей. Грамотность, настойчивость, профессионализм, умение правильно применять нормативную практику на деле, личная заинтересованность, то есть вот это все в комплексе позволяет добиваться таких успехов. По количеству самих преступлений по линии следствия идет большое снижение. Если в том году у нас было объектов 500, то в этом году у нас их 300. То есть тенденция к снижению значительная. Коллеги и руководители Кымбаты отмечают, благодаря таким сотрудникам преступлений с каждым годом становится меньше, а интерес к профессии постоянно растет. Александр Гаврилов, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. А сегодня в региональном главке ведомственные награды вручили отличившимся сотрудникам органов внутренних дел. Ряду офицеров вручили погоны полковников полиции, медали, а также почетные грамоты и благодарности министра внутренних дел. Поздравил полицейских начальник главного управления МВД области Дмитрий Ильичев. Он официально вступил в должность буквально несколько дней назад. Сегодня общество определяет нам высокие требования. Для гражданина человек в полицейской форме олицетворяется бы власть, закон, справедливость. Именно от нас зависит порядок на улицах, городах, спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности. Полиция при Ангаре на высоком уровне выполняет важнейшие государственные задачи по пресечению и раскрытию преступлений, защите общества от противоправных посягательств. Лучшая продукция у местных производителей. Сегодня в правительстве Иркутской области наградили лидеров федерального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Как в регионе поддерживают импортозамещение, расскажет Дарья Пастушенко. Сегодня, как никогда в России, актуальна работа по импортозамещению. Наращивать собственное производство различных товаров – это основной вектор развития. Уже много лет в стране действует конкурс «100 лучших товаров». Сегодня в областном правительстве подвели итоги его федерального этапа. Награждали лучших. Сегодня награждаются лучшие из лучших. Те предприятия, которые внесли наибольший глад в экономику региона, его социальную сферу, проявили себя как неравнодушные участники общественной жизни. Один из самых заметных участников – ангарская нефтехимическая компания. Она представила топливо для реактивных двигателей, трансформаторное масло, жидкий технический кислород, основу для буровых растворов, а также визитную карточку компании «Бензин АИ-100». Ассортимент АНХК насчитывает более 280 наименований. Каждая проходит многоступенчатый контроль качества. Качество продукции в АНХК – это один из приоритетных направлений. Для постоянного контроля на всех стадиях производства у нас действует испытательный центр управления контролем качества, который позволяет отслеживать продукцию от момента производства на всех стадиях до паспортизации и отгрузки потребителей. Всего предприятие заявило на конкурсе 8 видов продукции. Из них 3 стали лауреатами, 5 – дипломантами. Две позиции отметили в номинации «Новинка». Еще одна стала обладателем диплома «Золотая сотня». Ангарская нефтехимическая компания принимает активное участие в конкурсе 17 лет. За это время она неоднократно получала наивысшие рейтинговые оценки и почетные награды. Одна из них – гордость Отечества. Дарья Пастушенко, Сергей Коваленков. Новости. Сейчас. Наличные или безнал споров много, но по данным статистики, жители Иркутской области предпочитают тратить деньги и рассчитываться картой. Сейчас на рынке есть масса онлайн-сервисов, а в связи с отключением оплаты Pay на мобильных устройствах большим преимуществом стал пользоваться интернет-эквайринг. Оформить кредит, открыть счет, завести дебетовую карту – и все это не выходя из дома. Число таких операций растет с каждым годом, рассказывают в Сбере. Банк ценит время своих клиентов и постоянно расширяет список услуг, которые можно получить дистанционно. А в ближайшие два дня еще и с большой выгодой. К своему дню рождения Сбер снова запускает акцию «Зеленые дни». Привлекаем клиентов в банк и стараемся показать тот лучший сервис, который есть в Сбере. Кэшбэк на выгодные покупки в экосистеме Сбера, в маркетах и е-аптеке, а еще ипотека со скидкой, выгодные вклады и даже открытие металлических счетов. Достаточно много скидок на продукты, связанные с металлами. ОМС – это обезличенные металлические счета, то есть можно купить золото, серебро. И в годы и после на кодеках все полгали. Одна из популярных услуг банка – страхование. Во время «Зеленых дней» клиент одновременно может застраховать финансы, жилье и даже собственное здоровье. Причем по особо привлекательному предложению. Не знаю, пользовались ли вы когда-то скидками в «Зеленый день», но я знаю, что много клиентов и сотрудников, которые уже не один, не два и даже не третий год подряд ждут «Зеленый день» для того, чтобы застраховать разные форматы своих рисков. Чтобы ознакомиться с полным спектром специальных предложений Сбера, жителям региона необходимо обратиться в любое отделение банка и получить консультацию. «Зеленые дни» для физических лиц будут проходить 11 и 12 ноября, для юридических лиц спецпредложения будут действовать до 17 ноября. Дарья Макарова, Артур Рощупкин. Новости сейчас. В Иркутске презентовали первый в мире мультфильм «От Анги до Фортроса» по следам святителя Иннокентия Вениаминова. Он приурочен к 225-летию со дня рождения, 45-летию канонизации святителя. Создали ленту на средства гранта президентского фонда культурных инициатив. Вся работа над картиной шла в течение года. Авторам пришлось изучить исторические документы, источники, понять, как выглядел святитель Иннокентий в детстве. Для этого специалисты исследовали его более поздние снимки. Посмотреть мультфильм можно 17 ноября на родине святителя в селе Анга Акачукского района в культурно-просветительском центре его имени. Также 25 ноября в экспозиционном отделе «Окно в Азию». А 22 декабря в 18.30 мультфильм покажут в Иркутском киноклубе в отделе истории Кровического музея. Вход свободный. Летом вода в Беринговом море темно-синяя, а зимой – зеленая. Поднажми! Во время штормов цвета смешиваются. Так начинается наша история. Где найти теплую зимнюю куртку, которая защитит от суровых сибирских морозов? На ярмарке финско-белорусской верхней одежды представлен большой ассортимент моделей на любой вкус. Так, например, знаменитые аляски финского производства из нейлона с наполнителем из гусиного и утиного пера выдерживают морозы до минус 47 градусов. На данной выставке представлены верхние одежды мирового бренда от 42 до 74 размера. Есть уникальная возможность приобрести как женские, так и мужские кожаные куртки, дубленки, аляски со скидкой 70%. А влагоотталкивающая пропитка не позволит плохой погоде застать вас врасплох и не испортит ваши планы и настроение. Выставка мне очень понравилась. Моделей очень много. Цены приятно удивили. Самое главное – я выбрала то, что давно искала. Всем советую. Ждем вас с 7 по 12 ноября в Ангарске по адресу 181 квартал 1, Дворец культуры «Современник» и с 10 по 13 ноября в Тулуне по адресу микрорайон угольщиков 34, Дворец культуры «Прометей». Шубы и в Сибири не предмет роскоши, а необходимость. Теплые, стильные и элегантные модели из норки, мутона, песца, куницы, лисы, нутрии, овчины и керли со скидкой до 70%. Высокое качество, огромное разнообразие фасонов и расцветок. Цены от производителя. На крупнейшей выставке шуб от меховой фабрики «Ангелина Сэм» вы найдете более 3000 изделий от 38 до 70 размера. У нас действует акция «Сдай старую шубку и получи скидку на новую» до 50 тысяч рублей. Ждем всех! Забирайте сегодня, оплатите потом. На все изделия действует рассрочка без первоначального взноса и переплат. Спешите! Меховая фабрика «Ангелина Сэм» будет в Иркутске только до 20 ноября. Ждем вас по адресу улица Байкальская, 253А. Сибэкспоцентр, павильон номер 3. Я не жадный, я домовитый. Комплект постельного белья за 999 рублей. Одеяло за 899. Только в магазинах все для дома. М плюс групп представляет. Фестиваль культуры и энергия в Иркутске. С 18 по 20 ноября. Сибэкспоцентр, драмтеатр, территория и ярких эмоций. Подробнее на energyfirst.ru И коротко о спорте. Сразу два спортсмена из Иркутской области стали чемпионами мира по универсальному бою. Это Алина Сморина и Аркадий Томский. Так, спортсменка, которая представляет клуб «Суворовец», выступала весовой категории до 57 килограммов. Она выиграла бои у соперниц из России, Таджикистана и Армении. И выполнила норматив мастера спорта международного класса. А Аркадию Томскому не было равных в разделе «Лайт». Его золотая медаль весовой категории до 65 килограммов. На турнире он провел три победных боя и стал двукратным чемпионом мира. И я напоминаю, что вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аиств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. Это все новости четверга. Увидимся на Аисте. Берегите себя.